Спасибо большое, Анастасия Юрьевна, но несколько претенциозно называется, так сказать, докладик мой, но на самом деле ключом к успеху, да, так сказать, в этом случае является сам факт назначения антикогулянтной терапии и, по счастью, за последние годы стараниями докторов, в общем, как-то стало это более-менее внятно назначаться. Дело в том, что еще буквально пару лет назад, ну как оценить, назначают врачи антикогулянты или нет, мне пришла в голову довольно простая идея. У нас большой хирургический стационар и, естественно, туда попадают люди со всякого рода кровотечениями, да, с желудочно-кишечными, так сказать, прочее. Я спросил, сколько у них кровотечений на фоне антикогулянтов, они поморщились и сказали, что было два, да, одно было на врафарине, но при этом с нормальным ИНО, и одно было на одном из новых антикогулянтов. И аналогичный опрос был проведен, так сказать, в отделении, так сказать, нарушений мозгового кровообращения, где геморрагические инсульты, в свою очередь, на новых, вообще на антикогулянтах. На новых не было ни одного, одно было на врафарине. Вот это масштаб проблемы, да, так сказать. То есть, вот был два года назад, наверное, сейчас ситуация все-таки, я уверен, изменилась к лучшему, и стационары стали назначать эту инициативу, как-то подхватывая, так сказать, собственно говоря, амбулаторное звено. И уже как-то, знаете, неинтересно говорить о том, что это все надо назначать, типа, при мерцательной аритме антикогулянта. Это всем понятно. Появляется, когда ты начинаешь им пользоваться, целый ряд вопросов, каких-то тонкостей, да, кому какой антикогулянт назначить. Да, там, с теми условиями, с этим. Поэтому вот на этих каких-то особых, да, вопросах, часть из которых не освещена в рекомендациях, наверное, освещена никогда не будет, в силу малого количества таких больных или какой-то серости этой самой зоны. Ну, понятно, что антикогулянты, они не одинаковые, да. Ну, мало того, что два из них-то ингибитора десятого активированного фактора, один ингибитор тромбина. Даже в таком раскладе, да, они совершенно в разных по дизайну исследованиях были исследованы и продемонстрировали, в общем, различное влияние на прогноз у различных категорий больных, да. Если говорить о преимуществах по отношению к варфарину с точки зрения предупреждения инсульта или системной эмболии, то это апексабан и добегатрав в дозе 150 мг два раза в сутки, да. Если мы говорим о том, что это снижение смертности, да, то это только апексабан, да, то есть не продемонстрировали. Но все новые антикогулянты продемонстрировали тот великолепный результат, что на них меньше, чем на варфарине внутричерепных кровоизлияний. То есть, чего мы боимся более всего, когда назначаем этот препарат. Вообще, на самом деле, ну, врачам свойственно, да, быть осторожными. Ну, это правильно, наверное, но здесь иногда с нами эта осторожность играет злую шутку, да, что мы боимся кровотечений, да, потому что кровотечение, это типа вроде по нашей вине, да, это гетерогения, а инсульт, он типа от бога, да. Но это не совсем так, да, потому что не назначая антикогулянт, мы тем самым, так сказать, не предупреждаем должным образом инсульт. И кровотечение, это, конечно, нехорошая вещь, но фатальных кровотечений немного, и кровь в организме все-таки вырабатывается. А инсульт – это всегда потеря какого-то кусочка, так сказать, ума, иногда довольно большого кусочка, и, так сказать, не всегда эта штука обратима. Поэтому, если мы говорим про инсульт, да, то, ну, большой достаточно метаанализ, все взять, если новые антикогулянты, вы видите, что они лучше варфарина, да, так сказать, с точки зрения предупреждения инсультов и системных эмболий, достоверно лучше. Если по вторичным показателям эффективности, то вот главный момент, да, вы видите, на 50% снижается относительно риск инсульта на новых антикогулянтах. И, в общем-то, да, так сказать, это нашло свое отражение вот здесь, да, достоверно ниже смертность у новых антикогулянтов, чем у варфарина. Если же взять частоту кровотечений, то здесь, это, собственно говоря, достоверности не достигнут, но некоторые антикогулянты, в частности, апексабан, выглядят привлекательнее варфарина с этой точки зрения, с частоты больших кровотечений. Ну, так сказать, когда же, вот больной у нас с вами поступает с инсультом, никаких он антикогулянтов доселе не получал, и у него фибрилляция предселе, мы понимаем, что необходимо их назначить. Сразу скажу, что назначение антикогулянтов для уменьшения неврологического дефицита вот текущего инсульта, оно не показано. Уже все, да, ничем вы тут, к сожалению, не поможете, и назначаете вы их с единственной целью – предупредить повторный инсульт. Не более того, ну, есть такой немецкий невролог Динер, который, значит, сначала придумал вот эту вот схему, да, ну, чисто эмпирически умозрительно, никто там не делил их там, да, вот там на три большие группы, ни Динер, никто бы то ни было еще. Это исключительно, как говорилось в школе нашей учительницам, тематики, математики так договорились. Ну, раньше это называлось правило Динера, теперь это возвели, называется закон Динера. Ну, дальше, наверное, будет еще какое-нибудь суперназвание. Но сам факт достаточно такой, да, легкий. Если это транзиторная эшемическая атака, то тогда можете сразу назначить антикогулянты. Если у вас легкий инсульт, то есть по скале NIH, SS, менее 8 баллов, да, или небольшой очаг, так сказать, то после трех дней. Средне-тяжелый-тяжелый инсульт уже требует нейровизуализации для исключения геморрагической трансформации, да, то есть это 8-16, более 16 баллов. Если у нас нет геморрагической трансформации, да, по данным нейровизуализирующих методов, тогда после 6 дней средне-тяжелого инсульта или после 12 дней инсульта достаточно тяжелого. Вы спросите, что делать, если, так сказать, есть геморрагическая трансформация. А тогда надо поступать как с геморрагическим инсультом, да, то есть мы с вами должны, так сказать, сказать, что на сегодняшний день, то есть в течение ближайшего месяца назначить мы с вами антикогулянты не в силах. Как бы нам этого сделать не хотелось. И если нам говорить про геморрагический, да, то сказать, инсульт, то тогда, собственно, если он происходит на фоне антикогулянтов, понятно, что мы их отменяем, да, и, к сожалению, ну, есть антидот к добегатрану, да, но, например, ну, да, взять наш стационар, да, ну, или там вот ваш стационар. Ну, невыгодно держать антидот к добегатрану при такой частоте назначения добегатрана. Он очень дорог. И, ну, я говорю, а если у тебя случается, там, одно кровотечение раз в два года, ну, зачем это нужно? То есть не по карману, что называется. Если бы это было хотя бы 5-7 случаев в год, тогда это уже оправданно. Все-таки идет речь о серьезных вещах, да, о тяжелых кровотечениях и так далее, или о геморрагических инсультах. Ну, будет шириться назначение, да, так сказать, будем делать. К сожалению, к ингибиторам 10-го активированного фактора антидота нет, хотя, вроде, одно время они громко говорили, и, так сказать, вроде как-то это самое FDA, там, дал им зеленый свет, но что-то пока не видать. Появится, будет здорово. Таким образом, так сказать, у нас получается как, что нормализация коагуляции это до 4-х суток, а вот восстановление целостности сосудистой стенки это до 30 дней. Отсюда и, собственно говоря, вывод, что назначать те самые антикоагулянты стоят именно после 30-дневного срока. Сразу скажу, что ни в одном из исследований с новыми антикоагулянтами никаких геморрагических инсультов не было и близко, да, то есть это был страшный критерий исключения. То есть все говорили, как же, как же. С одной стороны, конечно, это снижает риск тромбоэмболических осложнений в 9 раз, но повышает риск повторного геморража в 5. Честно говоря, выбор так себе. И, конечно, если у вас руки чешутся предупреждать инсульты таких больных, есть у нас оклюдеры ушка левого предсердия. Рассмотрите всерьез эту возможность. В городе Москве это можно найти. Есть больные, которым это прямо вот необходимо, да, так сказать, и только так. Конечно, по прошествии месяца, да, особенно, особенно, да, если мы с вами понимаем, от чего случился геморрагический инсульт. Если это была аневризма и ее клипировали, ну, это один вариант, да, а если вы не понимаете, что случился геморрагический инсульт, это совсем другой вариант. Если это случилось на фоне неконтролируемой артериальной гипертензии, да, ну, мы скажем, ну, давайте мы будем его контролировать и тем самым значительно снизим риск повторный. Ну, то есть это, на самом деле, частота внутричерепных кровотечений на фоне практически всех новых антикоагулянтов, да, так сказать, не практически всех, она достоверна ниже, чем на варфарине. Если уж нам с вами выбирать, то это будет новый антикоагулянт. Наверное, нельзя сравнивать их между собой. Это разные исследования, разные категории пациентов. Тут можно говорить только о каком-то, наверное, знаете, типа класс-эффекте. То есть все они, так сказать, лучше с этой точки зрения, нежели чем варфарин. Еще такой момент интересный, что было такое национальное датское когортное исследование, где, собственно, пациенты с внутричерепным кровоизлиянием и с фибрилляцией предсердия, и три группы было, да, без лечения на пероральных антикоагулянтах и на антитербоцитарной терапии, кто-то традиционно считается, типа, такая, ну, безопасно, ну, а с аспирином по телевизору рекламируют, да, так сказать, безобразие, конечно. Ну, такой витамин для крови. Так вот, посмотрите, что получилось, что ишемические инсульты, эмболии и смерть от всех причин, самый низкий результат был на фоне терапии оральными антикоагулянтами. А на фоне антитербоцитарной терапии разницы не было, то есть все равно, что ничего не принимать. К сожалению, в отношении инсультов и эмболии аспирин при всей нашей к нему любви неэффективен, да, по причине абсолютно иных механизмов, да, тромбообразования у этих больных. И снижалась общая смертность. То есть все-таки, все-таки, в определенной, тщательно отобранной группе больных назначать пост геморрагического инсульта антикоагулянты можно. Это не повод для того, чтобы от них полностью отказываться. Хроническая болезнь почек. Ну, так сказать, таких больных есть числа, да, как бы говоря. И, естественно, наличие почечной недостаточности в той или иной степени выраженности довольно сильно влияет на риск кровотечения и, что самое интересное, на риск инсульта. Вы видите, что у больных с фибрилляцией предсердия, да, и то, и другие события возрастают, в общем, кратно в разы. Отсюда и, собственно, призыв составителя рекомендаций по фибрилляции предсердия измерять функцию почек на основании, значит, креатинина сыворки, либо клиренса, там, так сказать, креатинина. Сейчас нет проблем посчитать, так сказать, там, по любой из формулы вашей, да, так сказать, в помощь, там, смартфона или, там, в интернете и так далее. Я хочу только предостеречь вас от следующего, да. Надо понимать, что все формулы эти эмпирические. О чем мы часто забываем. И, например, формула, да, так сказать, Кокрафта-Голта, использующую массу пациента. Вот если у пациента нет ноги, то ее нельзя использовать. Ну, или вы должны как-то ввести поправку на тему, сколько весит оставшаяся нога, да, так сказать. Это такой момент. И еще, например, да, вот у вас есть, например, скорость клубочковой фильтрации, вы радостно посчитали, получилось типа 30. А вы знаете, что по инструкции некоторые антикоагулянты нельзя назначать при СКФ ниже 30. И вашему больному сегодня 75, а завтра исполняется 76. Ну, вы же понимаете, что со свистом и грохотом его скорость клубочковой фильтрации завтра не упадет. Ну, это понятно, да? Да, но, тем не менее, посчитайте по форме, она будет ниже. Поэтому я призываю вас в таких граничных случаях, да, не забывайте, что существуют непосредственные способы измерения скорости клубочковой фильтрации, да. Можно пробу Рейберга осуществить и оценить клиренс креатинина, да, непосредственно. А если вам доступен цистатин в лаборатории, так можете по клиренсу цистатин. Это вообще супер. То есть, на самом деле, это эмпирическая штука, и она хорошо работает в середине диапазона, да. У людей среднего возраста, да. Кто там включал? Кокров с голодом, что ли, людей 95 лет? Так сказать, нет. Работает ли эта формула в 95 лет? Неизвестно. Работает ли она у людей весом 45 килограмм? Неизвестно. Эмпирическая. Поэтому будьте с ней тоже, как бы говоря, осторожны. Оценивать ее надо обязательно. Если посмотреть новый антикоагулянт против варфарина при нарушенной функции почки, меньше 50. А таких больных очень много. Ну, так сказать, вот наша больница расположена в центральном округе, и вот для нас, конечно, пациента пожилого возраста – это норма жизни. Ты как к этому привыкаешь и говоришь, о, так сказать, мужчина-то молодой, уже 70 лет всего, так сказать, ну, нормально, действительно не старый. Ну, это правда, да, так сказать. Все-таки мы ушли от тех времен, когда вошел старик, там, 36 лет. И вы обратите внимание, что у апексабана, да, частота кровотечения, она была ниже, да. В силу того, что он, в силу своей фармакинетики, он меньше всего зависит от почечного клиренса, да. И это, конечно, необходимо, в общем-то, учитывать. При этом другие препараты, да, так сказать, тот же самый добегатран, он выделяется в основном почкам, и, конечно, его концентрация возрастает в разы при особенно тяжелой, так сказать, дисфункции почек. Это находит некоторое свое отражение в результатах клинических испытаний, да. И если эффективность, да, препарата, она даже возрастает у больных с низкой скоростью клубочков фильтрации, это тоже объяснимо, но он в большей степени снижает свертываемость у этих больных, то вот с точки зрения кровотечения ситуация получается обратная. Когда мы говорим о результатах, да, исследовательных добегатран, то 110 мг – это такая супербезопасная доза, но смотрите как. Да, с падением функции почек, да, все выравниваются эти показатели, и, так сказать, это преимущество, оно некоторым образом нивелируется. У Реорексабан таких, как бы, так сказать, вещей нет, он, в общем, достаточно ровно себя демонстрирует во всем диапазоне почечных функций, да, и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности. У Реорексабан же наблюдается обратная тенденция, что у наиболее тяжелой группы больных, да, так сказать, как раз вот по наиболее точным, да, Сикидей, Эпи, вот этой вот формуле, препарат демонстрирует свои отчетливые преимущества перед варфарином, да, так сказать, с точки зрения инсультов и системных амболитов. И то же самое, собственно говоря, мы с вами наблюдаем и с точки зрения риска больших кровотечений, да, опять же, в группе наиболее тяжелой, да, наиболее выраженной, собственно, Апексабан, у нас с вами демонстрирует преимущество варфарина. Я не призываю вас его назначать, как в Штатах, но должен заметить, что в США он разрешен у больных, которые проходят гемодиализм официально. У нас такого разрешения нет, в инструкции этого нет, но помнить об этом стоит на всякий случай. Мало ли когда понадобится, да, в конце концов, назначение препаратов у Флэйбл тоже. Ну, как раз те самые пожилые пациенты, да. Ну, на самом деле, таких больных, так сказать, ну, реально больше, продолжительность жизни растет, да, как будто бедно, и частота больших кровотечений, да, вот в исследовании Рокет, она была сопоставима с варфарином и у относительно не старых больных, у больных старше 75 лет. При этом, как бы говоря, понятно, что и в одной группе варфарина, и в группе Роксабана эта частота была выше, нежели чем у больных более младшей группы. Если взять добегатран, то здесь вы видите, собственно говоря, что если 110 миллиграмм, да, демонстрировали свое преимущество в группе, так сказать, собственно, более молодого возраста, то дальше эти различия выравниваются и, собственно говоря, уже никаких таких преимуществ нет. В отличие от них, Роксабан, да, демонстрировал преимущество перед варфарином и в относительно молодой группе, да, ну, сказать, младше 75 лет, скажем так, и в группе лиц старше 75 лет. Еще один интересный момент, кардиоверсия. Надо сказать, что вообще с появлением первого перорального антикогулянта нового возникла та идея, что давай мы сейчас будем их лечить таблетками, да, как работник реанимации, это всегда зажигательно, чем тут это делать, всякие инъекции, да, мы будем назначать в таблетках, значит, препарат. Ну, и сказано, сделано. В общем, стали пробовать на основании того факта, что типа того в исследованиях это было. На сегодняшний день схема терапии при кардиоверсии выглядит примерно так. Ну, наверное, вы можете внести свои дополнения и пожелания, да. Да, ежели это меньше 48 часов, да. Можно вообще без всякого гепарина сразу осуществить кардиоверсию. Ну, считают, как бы некоторые авторы, что если риск у вас исходно высок, да, у больного, да, много баллов, хоть он, чат, сваск, введите в него гепарин. Ну, говорят они, заимствовав данные из исследования экстракта ТИМ-28, вводить надо не больше 4000 единиц, остальное типа это. Ну, это чистой воды, вот, да, так сказать, математики так договорились, ну, никто это никто не проверял, но логика подсказывает, что хуже не будет, так сказать, давай сделаем. Дальше, значит, переходим, соответственно, к антикоагулянтам, варфарин или нового антикоагулянта, на 4 недели или более, в зависимости от риска, так сказать. При этом, если нет риск низок, мы можем тут вообще никаких антикоагулянтов не назначить. Классическая схема, варфарин, так сказать, или тут сказано новый антикоагулянт на 3 недели. Значит, ну, что касается варфарина, да, это уходит в глубокую старину корнями, и жизнь показывает, что вот я бы так делать не стал. Не потому, что жалко 3 недель, а потому, что нет уверенности, что нету там никакого тромба. Какое там было мануайти 3 недели? Как там мерил? Хорошо, будем мерить каждую неделю, все было хорошо. Но, так сказать, все же появлением через пищеводную эхокардиографию и после того, как этот метод, ну, перестал быть уж таким экзотическим, ну, честно говоря, да, ну, вот на руках не поднимается, вот сделать вот так вот. Хотя, да, так сказать, я, забегая вперед, скажу, что было исследование с Реворг-Сабаном, где вот эта такая отложенная стратегия, она, так сказать, имеет право на существование и она проверена в клинических исследованиях. Понятное дело, что это никого не устраивало, да, всем хотелось быстрее, чем-то 3 недели будет ждать. И сказано, сделано, значит, сначала провели исследование с гепарином, потом с низкомолекулярными гепаринами, да, назначали одно либо другое, одновременно с этим варфарин, делали через пищеводную эхок, примерно через 12-24 часа. Нету тромбов и, так сказать, кардиоверсия, дальше переходим к антикоагулянту. Ну, и с появлением новых препаратов, естественно, встал, так сказать, со всей остротой вопроса, давайте мы вот заменим вот это все на наши новые прекрасные препараты. И, собственно говоря, такие попытки немало, ну, их сделано немало, да, то есть через пищеводную эхокардиографию, но только 2 из 3 антикоагулянтов новых, в них были специально для этого спланированы исследования. Остальные все базируются на данных Релая, да, так сказать, Рокета-Ф, Аристотеля, да, где кардиоверсия не была запрещена, типа, принимаешь, так сказать, хочешь, делай ЧПЭХ, хочешь, так делай, так сказать, да. Ну, в общем, делали. Делали и, как бы говоря, совершенно, так сказать, нормально. Результат, как вы видите, прекрасный, да, нет разницы между варфарином и так далее. Но все-таки это не специально спланированное исследование. Теперь такое исследование, которое спланировали, это было исследование Иксверт с Ревороксабаном, да, они разделили их пополам, да, так сказать, ранние отсрочные стратегии, ну, отсрочные, это там как раз где на 3 недели, да. Ну, опять же говоря, на мой взгляд, ну, наверное, это тоже имеет право, да, так сказать, она проверена и было показано, да, вот, так сказать, и ранние, и отсрочные. И, так сказать, не было разницы с точки зрения инсультов, там, да, системных амболей, кульмулятивной точки безопасности не различалось. Что классическая схема с варфарином, что Теревороксабан, все хорошо и замечательно. Вторым исследованием, да, на эту тему был исследованный Монейд, только что доложенный на Европейском конгрессе кардиологов. У него была такая интересная особенность. Там препарат давали в нагрузочной дозе, 10 миллиграмм. Идея, кстати, такая здравая, да, что если ты не знаешь, что там как и сколько, да, а это пациенты с, это пациенты варфарин, ну, то есть антикоагулянт наивные, да, то есть не принимавшие антикоагулянты, и у которых, вот, требуется восстановление ритма, и пароксизм длился больше 48 часов или он был неизвестной давности. Давали нагрузочную дозу. Это, кстати, такая вполне разумная вещь. И, значит, две группы, да, одна получила апексабан 5 миллиграмм два раза в день, либо давали части больных редуцированную дозу, а редуцированную давали тем, как в Аристотеле. Меньше 60 килограмм, старше 80 лет, либо креатинин полтора миллиграмм на децилитр, да, что-то два из трех. И, собственно говоря, срок наблюдения, да, 30 дней, вот такой вот результат. Вы видите, что в группе апексабана не произошло ни одного события. Конечно, вы мне скажете, да, что это исследование андопаа, да, что мало мощности. Ну и действительно, в Конгрессе там человек выступал и говорит, что для того, чтобы показать различия, ну реально, да, так сказать, требует 48 тысяч больных набрать. Но никто не будет этого делать. Но исследование продемонстрировало, во-первых, безопасность такого подхода, да, да, больше количества кровотечений и так далее. А во-вторых, что все-таки, да, оно хорошо спланировано, оно четко выполнено и сделано. И оно демонстрирует, что такая стратегия, так сказать, вкупе с теми идеями, которые мы, так сказать, из испытаний получили, она не то, что имеет право на существование, она, как бы говоря, на сегодняшний день наиболее выигрышна. И то же самое с точки зрения кровотечения. Причем, обратите внимание, даже там, где не все получали нагрузочную дозу, да, все равно частота кровотечения была сопоставима с варфарином. То есть это очень хороший результат. Это говорит о том, что мы можем в своей повседневной клинической практике совершенно спокойно, так сказать, делать кардиоверсию на таблетках. И данные эти подтверждаются метаанализом, да, в который не входил эммонейт, но если мы введем туда эти результаты, то вы видите, что инсульты системной эмболии возникали пусть и достоверно, но меньше, чем на варфарине. То есть этот подход с новыми антикоагулянтами вполне себе оправдан. И то же самое можно сказать про, так сказать, большие кровотечения. То есть стучи, не хочу, как говорится. Кровотечение на фоне антикоагулянтов. Когда я говорил, что, так сказать, большие кровотечения, это редкость, можете посмотреть на это сами. Это небольшая чистота, а уж фатальных кровотечений, среди них вообще, ну, единица, да, так сказать, это очень мало. И когда мы говорим, опять же, вот о безопасности, препарат весьма и весьма безопасный, да. Если говорить о желудочно-кишечных кровотечениях, да, то здесь не в пользу новых антикоагулянтов. Два из них, да, это, собственно, добегатран и реврексабан. У них частота желудочно-кишечных кровотечений выше. Я к чему говорю? А к тому, что если у вас человек исходный с высоким риском такого события, с открытой язвой, или у него кровотечение, желудочно-кишечное было в анализе, ну, наверное, надо выбрать какой-то другой препарат, да, так сказать, у которого частота желудочно-кишечных кровотечений с поставим с варфарином, да, и в данной ситуации это апексабан. Ежели все-таки кровотечение у нас с вами происходит на фоне, так сказать, терапии антикоагулянтами. Если оно небольшое, можно просто пропустить очередную дозу и надеяться, что оно восстановится. Не надо забывать о том, что существуют методы устранения кровотечений, да, чист механические, да, начиная от перевязки геморроидальных узлов и заканчивая эндоскопическими, так сказать, всяческими методами уничтожения, так сказать, источника, если вы его нашли. Собственно говоря, так как антидот есть у нас только добегатран, да и то, что он есть, да, это то же самое, как сказать, да, все говорят, ой, как же, как же, а к варфарину есть антидот, да кто его видел-то? Да никто, я видел, конечно, он контрабандный или собачий, да, ветеринарный, конекион, а как же, так сказать, ну вот, или вот можно, так сказать, контрабандой его использовать, потому что имеющийся у нас витамин викосол, это провитамин, он пока в организме преобразуется, да еще как он там преобразуется, сто лет пройдет, то есть он нам не подходит, да, а что нам подходит, да, из-за этого дела, правильно, да, свежезамороженная плазма, о, 15 миллилитров на килограмм массы тела, так сказать, те же щей да пожежевлеет, называется, вот. Ну, на самом деле, к варфарину есть реальный работающий концентрат факторов партрамбинного комплекса, это, конечно, дорого, но это работает, да, так сказать, прям прекрасно устраняет, так сказать, все его эффекты, особенности несколько этих доз вольешь. С новыми антикоагулянтами это работает похуже, хотя есть работы, где пытались восстановить свертываемость крови с помощью, да, седьмого активированного фактора, да, известного у нас под именем Nova7, ну, предложение хорошее, но не дешевое, прямо скажем, в отношении добегатрана, который выводится, так сказать, почками, предложено, например, использовать гемодиализм, тоже предложение хорошее, но, ну, не очень, да, так сказать, когда у вас больной крови, то вы тут с гемодиализм еще, то есть на самом деле, на самом деле, да, по большому счету спасают только то, что тяжелых, да, жизнеугрожающих кровотечений их немного. Все остальные, в общем, лечатся, да, ну, традиционными методами, восполнением объема циркулирующей крови, да, попытками, там, сказать, хирургической коррекции, да, источник кровотечения, если это необходимо, да, или же, так сказать, соответственно, эндоскопическими, какими-то прочими методами. И еще раз все-таки, как бы, говорят, да, призывают, да, потому что кровотечение это менее страшная вещь, чем инсульт. И, понимаете, ну, до прихода вот в этот сосудистый центр, да, это как-то от тебя все далеко. А когда ты вот ходишь, и вот все говорят, 25% фибрилляции предсердия, вот по моим наблюдениям, каждый третий больной с инсультом имеет фибрилляцию предсердия. И вот они лежат, и ты думаешь, а всего-то надо было им таблетку назначить, да, и уж простить, конечно, за обывательский такой подход, лучше бы помер, да, так сказать. А ты будешь на радость близким лежать, вот такой вот, так сказать, распрекрасный, потому что ищенический инсульт на фибрилляции кардиомолизм, он хуже, чем атеротромботический. Поэтому я считаю, что наша задача вот число этих инсультов, в общем, максимально снизить, учитывая индивидуальные особенности тех пациентов, тем больше у нас сейчас такой богатый арсенал в руках. Благодарю вас за внимание.